Христос воскресе! Всех наших богомольцев поздравляем с продолжением пасхальных дней. И сегодня такой особый воскресный день. Мы уже, как Священное Писание нам говорит, что был вечер и было утро, день один. То есть с вечера мы уже совершаем, как у нас начинается уже наш богослужебный день. И вот этот день, когда мы празднуем память святых жен Мироносиц, святых Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, и праведных Иосифа Римофийского и Никодима. Вот удивительно, что сегодняшнее богослужение, оно нас как бы переносит в те дни, которые мы с вами проживали накануне праздника Пасхи. Сегодня поются те же самые песнопения, которые пелись в день Страстной Пятницы. Такие скорбные песнопения, которые нам напоминали о последних земных минутах жизни Господа нашего, о его трагической кончине, когда нашлись люди, которые пришли за его телом, которые оказали ему последние почести. И вот сегодняшний день часто, знаете, его называют таким православным женским днем. С одной стороны, мне это оправдано, да, это тоже есть своя такая как бы логика в этом. Но мне кажется, больше этот день, день, когда мы вспоминаем и честуем всех тех, кто был в церкви и не просто находился в церкви, а помогал, поддерживал церковь Христову в минуты ее земного унижения. Хорошо быть в церкви в минуты ее земной славы, когда храмы строятся, купола блестят, батюшки в красивых облачениях, хор. Все это нас радует, как бы вот это все, то, что привлекло в свое время послов князя Владимира, вот эта красота богослужения, она проповедует Христа, распятого и воскресшего. Но так бывало не всегда. И вот даже на нашей памяти те десятилетия, которые прожили поколение, которые... И я немножко застал это поколение, послереволюционное время, время, когда церковь была в униженном состоянии. Вот сегодня проезжал одно такое подмосковное местечко в черте современного города Королева, поселок Болшево. Я об этом месте слышал как бы в двух, как бы два момента слышал до этого. Первое, это то, что там находится дом-музей такого известного духовного писателя Сергея Николаевича Дурылина, который входил в круг храма святителя Николая на Моросейке, даже был священником, но в последние годы своей жизни не служил. И там находится его мемориальный дом-музей даже, вот как бы в частном доме. А второе, это то, что в Болшево жил и был арестован такой очень широко известный батюшка, такой отец Иракс Бочаров, который мы иногда вспоминали уже в наших беседах, настоятель тайного храма на Ярославском шоссе в Лосино-Островске на улице Тургинева, 46. И вот как раз в память этого тайного храма сейчас на пересечении Московской кольцевой дороги и Ярославского шоссе начинается строительство большого каменного храма в честь иконы Божьей Матери от рады и утешения. Вот это как бы два факта, которые я о Болшево знал, вот сегодня побывал в этом месте. И там замечательная церковь есть, Косьмы и Дамиана, 1768 года постройки. К сожалению, в смутные времена, когда вот это вот лихолетие прошло по нашему Отечеству, храм был варварски разграблен, изнутри разрушен, все, что можно, выдирали, глумились. В общем, все, что вот можно делать, с ним делали, к великому прискорбию. Но, несмотря на это, вокруг этого храма всегда были люди, которым эта святыня была близка и дорога. И вот я почитал историю, так удобно, на телефоне нашел храм, историю, сайт нашел. И вот там, не помню сейчас фамилия, имя, отчество женщины, вот на сайте рассказывается об этой замечательной женщине, стойкой такой христианки, которая стала самой главной активисткой этого храма. И она даже несколько раз ездила в Москву, и один раз даже пробилась на прием к Калинину, Всероссийскому старости, без очереди. Представляете, какая женщина была активная? И пробившись к Всероссийскому старости, она не просто так шла, она с бумагой шла. И на прошении от болшевских прихожан он начертал собственноручно оставить болшевскую церковь в покое. И вот с этой бумагой она потом пошла и вот как бы предъявляла ее властям. И благодаря этому храм, который был разграблен, потихонечку начали его приводить в порядок, восстанавливать. Уже в годы Великой Отечественной войны там совершалась для всех такая нужная молитва о нашей победе. И вот сегодня как раз день, такой особый день, вот этот воскресный день, Джон Мироносец, это день всех, как бы и мужчин, и женщин, всех тех, кто были в Церкви Христовой и оказывал ей участие, вот такое, да, служил ей в минуту ее унижения, в минуту ее земного уничижения. Вот. И, конечно, прежде и больше всего мы чествуем вот тех самых женщин и мужчин, которые оказались рядом с гробом Христа Спасителя, которые одни, так сказать, совершили все, что было необходимо в минуту погребения, другие, понимая, что можно было сделать что-то еще, идут к гробу Господа нашего, несут с собой около 30 килограмм разных благовонных веществ, оливковое масло, порошки какие-то, так сказать, у иудеев, можете почитать на эту тему, есть много интересных исследований, была такой особый куть усопших, как бы их погребали, погребали, намощали, как бы порошками сыпали, так сказать, вот, разводили всякие такие смеси ароматические в оливковом масле, да, то есть это считалось почетным воздать последнюю дань и проводить в последний путь человека, вот так вот его подготовить тело к погребению, вот жены мироносятся, делают то, что от них зависит. Идут к гробу Спасителя, несмотря на те вопросы, которые их обуревают, «Кто нам отварит камень от двери гроба?» И по милости Божия, когда они уже приходят к этому гробу, видят камень отваленную. Вот. Благословение Господне пребывает со всеми нашими богомольцами, которые сегодня почти ли воскресный день, и вместе мы помолили, чтобы Господь Свою благодатью покрыл всех нас. Христос воскресе! Христос воскресе!